Добрый вечер, дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником Хануки, прослойка от второй свечки. Согласно первой и второй книге Маковеев, ныне не являющихся каноническими книгами, согласно Медраж Ханука, согласно книге Седа Раду Рот, между Суккотом и Ханукой есть сильная связь, что именно в год, когда евреи впервые праздновали Хануку, они ее праздновали 8 дней, как некую имитацию праздника Суккот, который в этот год они праздновать не смогли. Хоть в Талмуде эта информация не упоминается открыто, элементы, связывающие Хануку и Суккот, присутствуют и в талмудической литературе. Оба этих праздника длятся 8 дней. Оба этих праздника имеют галель, ежедневную хвалебную молитву в адрес Всевышнего. Следующая интересная заметка, то что согласно школе Шамая зажигать ханукальные свечи надо, уменьшая количество свечей каждый день, от 8 до 1 свечки. И причина, почему Бейт Шамай утверждает, что именно так надо зажигать ханукальные свечи, потому что их порядок зажигания должен соответствовать жертвоприношениям на Суккот. На Суккот приносилось 13 добавочных жертвоприношений в первый день, 12 во второй и так далее, до 7. В соответствии с этим, поскольку уменьшается каждый день количество жертвоприношений на праздник Суккот, в соответствии с этим Бейт Шамай утверждает, что и зажигать ханукальные свечки тоже нужно в порядке уменьшения. Есть еще одна интересная заметка. В Иерусалиме во время празднования Суккот, это радостное празднование называлось Симхат Бет Шаева, в это время жителям Иерусалима была традиция зажигать свечки, огоньки, лампадки, чтобы весь Иерусалим был освящен. Есть такие, которые находят даже другую связь Суккота и хануки. Пророк Хагай, который предсказывает события хануки, начинает свое пророчество об событиях хануки в последний день праздника Суккот. Есть даже такие из авторов, как Баалатурим, которые находят в книге Воикра факт, то, что перечисляются все праздники, и сразу после праздника Суккот дается повеление Мошарабейну взять чистое масло для зажигания миноры. Такая вот вещь, что с намеков в Хумаше, с более открытых вещей в литературе пророков, вплоть до исторической талмудической литературы, два праздника Ханука и Суккот в чем-то имитируют друг друга и идут бок о бок вместе. С праздником! Веселый и счастливый Хануки вам!